Сегодня выступление президента Беларуси Александра Лукашенко при обращении с ежегодным посланием к белорусскому народу и Национальному собранию Республики Беларусь стало руководством к действию тем, кто готов нести ответственность за свое будущее и будущее своей страны. Серьезный посыл сделан в адрес тех, кто несет ответственность за демографическую ситуацию и новые поколения белорусов. Сегодня важно найти правильное, разумное решение, поставленное главой государства задачи, чтобы льготы, предусмотренные многодетным семьям, попали по назначению именно детворе. Тему продолжит наш корреспондент. Очень символично, что в многоплановом послании, главной темой которого стали независимость и суверенитет Беларуси, глава государства сделал акцент и на том, что особое внимание мы должны уделить нашим детям, отметив, что в нашей стране воспитывающим детей семьям оказывается масштабная помощь. Особые условия создаются многодетным семьям. Есть и вопросы, на которые необходимо найти ответы. Многим понятна озабоченность главы государства тем, чтобы адресованные детворе деньги шли только на их нужды. Президент Республики Беларусь в своем послании особое внимание уделял многодетным семьям. В городе Пинске на сегодняшний момент проживает 2368 многодетных семей. К слову, можно отметить, что самая большая многодетная семья, которая проживает в городе Пинске, воспитывает 13 несовершеннолетних детей. Трудно представить, насколько сложнее была бы жизнь у многодетных родителей, если бы не мощная материальная поддержка государства и поистине беспрецедентные льготы, которыми они пользуются. Пинчанкам многодетным назначено семейного капитала 2109 семьям. Существует и еще один вид материальной поддержки, которым могут воспользоваться семьи, которые сталкиваются с трудностями, находятся в сложной жизненной ситуации. На государственную адресную социальную помощь могут рассчитывать семьи, доход которых на каждого члена семьи составляет ниже бюджета прожиточного минимума. Действительно, на поддержку многодетных семей и семей, воспитывающих детей, государство тратит поистине огромные суммы. И ценность их возрастает во сто крат, если каждая выделенная государством копейка будет истрачена только по назначению, на нужды самого ребенка. Мы работаем с многодетными семьями, очень хорошо их знаем. Все наши семьи состоят у нас на учете. Очень печально, что какая-то часть многодетных семей, дети их признаны в социально опасном положении. Но эти семьи вправе рассчитывать на государственную социальную адресную помощь. Но мы знаем такие случаи, что эти деньги идут не по назначению. Хотелось бы, чтобы в республике, на уровне разработался какой-то механизм, чтобы эта помощь целевая была. На продукты питания, на школьные принадлежности, на одежду детей, а не на какие-то хотелки родителей. Тогда у нас будет уверенность в том, что эти деньги будут идти на детей, и это сделает наших детей счастливее. И все же, всегда ли по адресу используются полученные родителями деньги, что предпринимается в отношении нерадивых матерей и отцов? Может ли повлиять на неблагополучную ситуацию в семье существующая практика? К сожалению, четко выстроенная система государственной поддержки, огромная работа многочисленных служб по профилактике не всегда приносит стопроцентный результат. Большая проблема в работе возникает в том, что у нас огромное количество семей, и детей из этих семей являются многодетными, те, которые попадают в поле зрения нашей комиссии координационного совета. Очень часто попадают в поле зрения семьи, где один из родителей ведет вот такой образ жизни, применяя к другому родителю, либо сожителю своему, какие-то противоправные действия. На 1 апреля список семей, в которых дети наши признаны в социально опасном положении. Хочу указать, что 39 семей, либо 30% от всех семей, которые признаны в СОП, и в них проживает 152 ребенка, а это вообще 52% от всех детей, которых признаны в СОП, являются многодетными. Значит, из этих 39 семей, 16 семей воспитывают троих детей, 15 четверых, 5 семей, пятерых детей, 2 семьи шестерых и одна семья, где воспитывается 7 детей. И вот это все количество детей, которые являются, как я еще раз говорю, проживают в многодетных семьях. Конечно, все мы сожалеем, удручены столь печальной статистикой, при том, что задействовано столько специалистов и средств. Однако полторы сотни детей, названных Татьяной Анатольевной, растут в опасности, которая может разразиться бедой. Да, действительно, у нас в городе большое количество детей, признанных находящимися в социально опасном положении. Как я уже назвала, цифра большая детей из многодетных семей. Но принимаются все возможные и невозможные меры профилактики. Мы взываем к родителям, в первую очередь. Родитель сам должен понять и принять, что для него важно в жизни, что для него ценно в жизни, что ребенок – это святое, о чем нужно заботиться. Контроль со стороны всех представителей субъектов профилактики будет очень строгим. И в случае ненадлежащего выполнения обязанностей родителями, данная семья будет у нас в поле зрения. Президент обратился ко всем нам. Сделайте, чтобы детям, которым мы платим немалые деньги, попадали все предусмотренные государством льготы. От этого будет зависеть их счастливое детство, благополучие и будущее. Продолжение следует...